Я за кулисами пошёл. Приветствую вас, коллеги. Хотел бы поднять очень актуальную, очень серьёзную тему, которая... которая на самом деле это бич. Бич нашего общества, особенно бич некоторых строителей. И все знают, все сталкивались с такой проблемой, как пьянство. Сейчас я нахожусь у своего товарища, друга, отделочника. Вот к нему в гости пришёл священнослужитель, отец Геннадий, я с ним знаком. Хотелось бы, чтобы отец Геннадий, он просто работает в этой сфере, он очень много видит этих людей бедных. И по ходу работы ему приходится сталкиваться с различными случаями из жизни этих бедолаг. Каким-то образом помогать советам, помогать, какой-то направить человека. Поэтому хотел бы, чтобы отец Геннадий коротко как-то рассказал, обозначил эту проблему. И если кто-то действительно попал в эту зависимость, попал в эту, сказать, яму, как из неё выйти, и вообще, насколько это всё серьёзно. Вот поэтому знакомьтесь, отец Геннадий. Отец Геннадий, обозначь эту проблему, вот насколько она актуальна сейчас. Вот вы уже давно, священнослужитель, и как с этим бороться, и что вообще про это можно сказать, насколько это всё серьёзно. Потому что думают, это пьянство, это всё легко, а вот я не пью, а вот я курю, брошу, пить брошу, и так далее. И это считается много чего. Многие считают, и ругаться матом это нормально, то есть это ничего. Вот в целом обозначим вот эти проблемы духовные человека. Ну, во-первых, почему мы подняли сейчас этот вопрос, почему снимается этот ролик, потому что так уж получилось, что мы сейчас здесь, ребята делают ремонт на квартире, в которой как раз-таки погиб один из наших хороших знакомых, из наших друзей, погиб, скажем так, от алкоголя. Вот именно в этих стенах здесь сейчас ребята делают ремонт. И так уж получилось, что вот мы увидели на столе остались такие медали, которые выдаются в репцентрах, когда люди проходят реабилитацию, пытаются освободиться от зависимости, созависимости. Такие медальки с цифрами. Вот тут подпись «Служение, исцеление, единство». Так сзади есть такая молитва, называется «Молитва о душевном покое». «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одного от другого». И вот действительно для людей, которые находятся в зависимости, это каждый день трезвости, каждый день трезвости — это подвиг. Именно поэтому так вот интересная такая традиция введена выдавать медали тем людям, которые проходят курс лечения, освобождения от алкоголизма, от наркомании, от каких-то других зависимостей, грома, ничего угодно. И вот мы, придя на эту квартиру, увидели вот эти медальки, которые наш друг и наш хороший знакомый получал. Вот, к сожалению, они ему не помогли, он погиб в этой неравной борьбе. И как бы в свете вот этих всех событий мы очень глубоко грустим и понимаем, насколько действительно эта проблема очень острая, этот алкоголизм, это такая беда вообще страшная, которая разрушила огромное количество семей, искалечила огромное количество судеб, это пойло проклятое, да. И вот многие подначивают и пытаются выдать это за нашу традицию, да. Традицию какую? Самоуничтожение, спиваться, да. За нашу традицию, за нашу культуру алкогольную. Учат нас там правильно пить, там умеренно подходить и прочее. Но элементарно мы можем вот обратиться к врачу и спросить, что есть алкоголь. Человек, который знает состав алкоголя, он скажет, что алкоголь это яд, который разрушает кровь. Ну, это яд. Алкоголь это, по сути, тот же растворитель, только с другой консистенцией, иначе работает. Вот такие, друзья мои, дела. Поэтому и наши мужчины, очень многие на эту удочку страшную попались. Может, у кого-то это и не приняло, каких-то таких тяжелых форм, таких многодневных запоев. Но это ничего не меняет, на самом деле. Я думаю, если мы честно, искренне посмотрим в прошлое, искренне оценим свое прошлое, то мы увидим, что огромное количество ошибок каких-то в нашей жизни. Люди допускают как раз-таки в состоянии каких-то, которые прямо или косвенно связаны с алкогольным, скажем так, отравлением. Потому что любое употребление, это отравление, по сути, мозга. И то чувство, которое мы испытываем, это тоже побочный эффект от алкоголя. И вот мы сейчас столкнулись с этой бедой непосредственно. И именно мы сейчас понимаем, что это действительно беда, потому что погиб, умер человек, близкий нам друг. Опять же, откуда он такой появился, откуда он такой получился. Его отец алкоголик. Вот он научил, подал хороший пример папочка своему отцу. И мы очень-очень скорбим, на самом деле, об этом. И обращаясь ко всем мужчинам, не только строителям, но... Да не только строителям. Это же такая беда, которая всех касается прямо или косвенно. У каждого есть или в родне, или знакомый, или друг, которому алкоголь портит эту жизнь. И не надо ждать какой-то беды, когда уже это примет какие-то такие совсем нездоровые какие-то рамки перейдет. Держаться подальше, держаться очень осторожно. Потому что, на самом деле, люди, которые не работают именно с этим непосредственно, они не понимают, что это действительно называют змей. Это змей, очень тонкий, нежный, он вползет к тебе, он заберется в твою душу и может там поселиться очень серьезно. И только действительно Божьей помощью можно его изгнать. Почему я говорю Божьей помощью можно знать? Потому что я могу официально заявить, потому что я этим вопросом занимаюсь, современная наркология не знает, как бороться с алкоголизмом. Это я вам говорю с полной ответственностью. Современная наркология может снять напряжение, может снять какое-то похмелье, может еще как-то там поставить капельницы. Но реально врачи подписываются в собственной несостоятельности в борьбе с алкоголизмом. Есть, конечно, огромное количество методик, это кодировки, это там прочие какие-то вещи, но ни одна из них не скажет, да, вот это лечится. Да, это может помочь как-то где-то, но никто не может сказать, что я знаю, как это лечить. Есть методики, но эти методики, они связаны только с помощью Божьей. Вот она, самая главная методика, потому что это алкоголизм или любая другая зависимость, это, ну это одержимость. Это по-другому не значит. Это одержимость. И какими ты методиками можешь вот этого дьявола, который заселился в твою душу, изгнать? Какими? Только помощь Божья, только Божья благодать, только искренняя молитва. Вот. И я как служитель церкви, которая уже больше 10 лет работает со спецконтингентом, в колониях, в тюрьмах, хожу по притонам, вижу этих искалеченных алкоголем людей, вот, вижу эти семьи разрушенные из-за этого пойла, этих, эту безотцовщину, этих несчастных деток, которые потом по детским домам распихивают. У меня просто сердце обливается кровью, потому что у самого есть дети. У самого трое детей. Я смотрю на этих деток, у которых отцы вот тоже впали в этой неравной борьбе. Ну, вот, это большая беда, поэтому, друзья мои, мужчины, укрепляйтесь духом, не заигрывайте со змеями, вот, потому что, насколько бы ты не был быстрым, насколько бы не был шустрым, все равно змея, она такая, что она все равно найдет момент, когда тебя укусить, и этот яд может быть для тебя просто фатальным, катастрофическим. Поэтому это большая беда. Не верьте и не слушайте тех, кто говорит, что это наши алкогольные традиции. Нет традиции самоуничтожения. Это только враг может сказать, что это алкогольные у нас традиции. У нас традиции, наши традиции, традиция веры, традиция крепких семей многодетных, традиция любви, дружбы, традиция мужества, вот наши традиции. Взаимопомощь. Взаимопомощь, да, братство. Вот это наши традиции. А это пойло, это поганая, это мерзость, это враги нас могут только такому научить. И поэтому храните себя, храните свое здоровье, храните свою душу, свою семью, своих детей и действительно прививайте свои традиции наши, действительно настоящие, высокие духовные ценности, не переходящие. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, ребята. Все, всем пока, до новых встреч.